В эфире программа «Пастырь добрый». Альберт Эйнштейн однажды сказал «Я верю в Бога Спинозы, в Бога, проявляющего себя в упорядоченной гармонии окружающего мира, а не в Бога, занимающегося судьбами и делами отдельных людей. Мы живем в эпоху кризиса веры. К большому сожалению, и сегодня многие подобно египетскому фараону говорят «Кто таков Бог, чтобы я слушал его? И вообще, есть ли кто-то там, кто занимается моей судьбой и моими делами?» Как на данную проблему отвечает книга «Второзаконие»? 32 текст 4 главы книги «Второзаконие» начинается с призыва «Спроси у времен прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека на земле. Данное приглашение – исследовать все время, исследовать всю летопись от сотворения, исследовать всю панораму человеческой истории». С другой стороны, речь идет о пространстве. В данном тексте сказано «Спроси от края неба до края неба». Это еврейская идиома означает «Обыщите все известное вам пространство, опросите всю землю». Другими словами, звучит призыв «Исследуйте не только историю Израиля, но и историю всей вселенной». И какое свидетельство дает история? История представляет удивительную картину Божьих деяний. История свидетельствует об уникальности Бога Яхвы. Текст 4 главы книги «Второзаконие» буквально нагружен целой группой риторических вопросов. «Есть ли какой великий народ, которому боги были бы столь близки? Есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые законы?» Бог сотворил человека. В 32 стихе сказано «Бывало ли что-нибудь такое, как сие великое дело?» Далее сказано «Слышал ли какой-либо народ глаз Бога, говорящего из среды огня, и остался жив? Покушался ли какой Бог пойти, взять себе народ из среды другого народа знамени и чудесами? Прогонял ли кто от лица твоего народы, которые больше и сильнее тебя?» Ответ на данные вопросы звучит однозначно. Никто и никогда ничего подобного не делал. Творение, исход из Египта, богоявление на Синае, завоевание Ханаана – это были моменты в истории беспрецедентной божественной активности. Бог совершил неслыханное откровение о своей силе, о своей славе и о своем могуществе. Существует ли Бог? Что Он может сделать? Что является лучшим аргументом в пользу Бога? Лучший аргумент в пользу Бога – это история, это исторический опыт. Поэтому Моисей призывает – исследуйте историю. Священная история открывает Бога как всемогущего Творца, как Господина истории, как Бога, который показал на деле, что Он действительно занимается судьбами и делами людей. Каков единственный надлежащий ответ на такое беспрецедентное откровение Бога? Моисей говорит в 4 главе книги Второзакония, следует признать, что Господь есть Бог и нет кроме Него, а поэтому единственный достойный ответ, говорит Моисей, это хранить постановления Его и заповеди Его. Итак, Моисей в данном разделе призывает, «Помни великие деяния Бога, помни завет с Богом». В 6 и 8 главах книги Второзакония Моисей указывает, что трудности в Египте и в пустыне позади, позади лишение и нищета, и теперь народ собирается войти в изобилие земли ханаанской. О какой опасности предупреждает Моисей? В 6 главе в 10 стихе он говорит, «Когда будешь есть и насыщаться, и когда будет много серебра и золота у тебя, смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего». Господь всегда верен своим обещаниям. Он всегда благословлял свой народ. Израиль впоследствии стал процветающим государством. Каким образом Израиль распорядился всеми данными благословениями? В 32 главе книги Второзаконии сказано, «И уточнел Израиль, и стал упрям, уточнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его». Отступничество, гордыня, дух независимости от Бога – все это и современные недуги. Есть ли выход, есть ли средства от этих духовных пороков? В книге Второзакония 8 главе Моисей обращается к народу со словами и говорит, «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет». Почему важно помнить пустыню? С какой целью Бог поместил свой народ на 40 лет в это, как сказано в тексте, ужасное и страшное место, где змеи, скорпионы, мучительная жажда и томительный голод? Сказано, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Сказано, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. Исцеление от смертельных укусов, вода из камня, манна с неба – все это происходило по слову Бога. Каждый день в безжизненной пустыне для Израиля это было чудо Бога, они зависели от Бога буквально в каждом дыхании. Вот для чего была для Израиля эта великая и страшная пустыня на протяжении 40 лет. Это было для них необходимо для того, чтобы навеки был усвоен урок веры, урок доверия, урок послушания Богу, прежде чем они испытают процветание. Однако, когда человек в благоденствии, в процветании отступает и забывает Бога, каким образом Бог в своем милосердии напоминает о себе, он возвращает человека обратно в пустыню. Известный христианский писатель Клайв Льюис писал о природе испытаний. Он говорил, до тех пор, пока наша жизнь остается сносной, мы не хотим порой предавать себя Богу. Что же тогда остается Богу предпринять в наших же интересах, как не сделать нашу жизнь менее сносной и отнять у нас источники ложного счастья? Исследуя книгу «Второзаконие», важно понимать, кому обращается Моисей в книге «Второзаконие». Годы странствования в пустыне позади, поэтому Моисей обращается уже к новому, к следующему поколению. Моисей неоднократно повторяет призывы. Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа. Берегись, чтобы не забыть. Тщательно храните души ваши, твердо держите это в сердце своем. Почему Моисей много раз, неоднократно и напряженно повторяет подобные призывы? Отчего он хочет предостеречь? В 19 тексте 8 главы книги «Второзаконие» Моисей говорит, «Если ты забудешь Господа, то свидетельствую вам сегодня, что вы погибнете, так же, как и погибли ваши отцы в пустыне». Мы говорим о роли истории, известное из речения американского философа Джорджа Сантояны. Кто забывает уроки истории, тот обречен на их повторение. Книга «Второзаконие» нацелена на следующее, на будущее поколение, поэтому Моисей делает особый акцент на подрастающем поколении, он делает особый акцент на духовном и религиозном образовании. Дети – это успешное будущее замыслов Бога и его спасительной миссии. Незабытое прошлое определяет будущее, и это было ключевым завещанием пророка Моисея. «Помни Египет, помни Синай и помни пустыню». Моисей говорит «Берегитесь, чтобы тебе не забыть тех дел и завещайте их детям своим и сынам сынов твоих». Некто сказал «Наша цивилизация – это цивилизация срезанных цветов. Срезанные цветы, они прекрасны в течение короткого времени, потому что у них нет корней, а поэтому у них нет и будущего. Если у подрастающего поколения не будет исторической памяти, если не будет духовного воспитания и религиозного образования, то подрастающее поколение вскоре превратится в духовный Египет, в духовный Вавилон, который не знает, кем он является, откуда и куда идет». В 16 главе книги «Второзаконие» Моисей, находясь у границ Ханаана, обращается к народу. «Совершай Пасху, Господу, Богу твоему». И далее Моисей снова делает особый акцент на исторической памяти, по какой причине необходимо совершать каждый раз Пасху. Моисей говорит «Дабы ты помнил день ишествия своего из земли египетской во все дни жизни твоей». Праздники – это самый действенный метод запоминания. Какой урок, какую важную истину, которая заложена в Пасхе, необходимо помнить, как сказано, «во все дни жизни твоей». В книге «Исход» сказано, в полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской. Это было проклятие десятой самой страшной казни. Однако Господь говорит «И будет у вас кровь знамением на домах, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной». В Ветхозаветной Пасхе вместо первенца умер пасхальный агнец, а в Новозаветной Пасхе вместо человека, вместо человечества умер Христос, Спаситель мира. Новозаветная Пасха, Вечеря Господня – это вечный памятник искупления, это знак о том, чтобы помнить о цене спасения, это знак о том, чтобы помнить об освобождении, это вечное напоминание о том, что вместо человека наказание понес невинный агнец. В книге «Желания веков» сказано следующее. Гордость, самолюбие и противление не могут укорениться в людях, которые хранят память о голговских страданиях. Голговский крест – это единственное эффективное средство, которое может исцелить испорченное злое сердце. Голговские страдания необходимо хранить в своей памяти, и только тогда себелюбие и противление не смогут укорениться в сердце человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин